Тем же примечательной для многих морозная The Long Dark, ставшая еще до официального релиза одном из самых знаменитых и ожидаемых проектов в этом жанре. И почему после выхода детище канадской студии Hinterland еще прочнее закрепилось на Сурвайвл Олимпе. С тобой Садика Санлы это обзор новой игры. На первый взгляд тут наоборот, все достаточно привычно и стандартно для жанра. Одинокий, вечно замерзающий и голодающий Уильям Маккензи, потерпевший катастрофу над канадским лесом, бредет по снегу сквозь метели в югу, питается подножным кормом, собирает палки, ветку, кору, ягоды, кидается камнями в зайцев, отпугивает волков факелами, режет тушь оленя на мясо и шкуры, периодически разводит костер, греется у него, чтобы не умереть от переохлаждения, готовит хиту и питьер, штопает одежду, мастерит ловушки, лук и стрелы для охоты. Непрожаренное на костре мясо, понятно, может привести к отравлению, падению с пригоркой или укус волка к травме, а сон на голодный желудок к смерти, ибо калории, в которых тут исчисляется здоровье, расходуются во время сна. Факелы гаснут, спички кончаются, список доступных чертежей и рецептов для крафта постепенно расширяется. Мы тащим в рюкзак все, что плохо лежит, и приучаемся рыться в ящиках, шкафах, машинах и карманах лучше любого бомжа и домушника. Есть также простенькая релевая система. Основные навыки в ремонте, разделке туш, приготовлении пищи, разведении костра, рыбалки, пользовании ружьем или луком, тренируются по мере того, как вы успешно занимаетесь соответствующими делами. То есть, свяжуете туши, готовите рыбачите, разводите костер, стреляете и так далее. Все это понятно, знакомо и не раз видно в других сурвайвл-играх. Но, как известно, дьявол кроется в деталях, и к The Lord Dark это относится в полном мире. Во-первых, тут и вправду много деталей, подробностей, придающих игре очень точный, верный градус реализма. Одежда промокает, заставляя еще больше мерзнуть и болеть. Рюкзак тяжелеет, отчего мы медленнее ходим и больше расходом выносливость при беге. А бегать нужно, чтобы, например, быстрее уйти с тонкого льда и не провалиться. Одежды тут вообще много, разных видов и практически на все части тела. Все вещи различаются по своим параметрам, в том числе по сохранению тепла и защите от ветра. А авторы прямо советуют надевать несколько слоев, чтобы было теплее и надежнее. Правда, бегать будет тяжелее, ведь даже вес носков учитывается. В темноте нельзя практически ничего мастерить, чинить снаряжение и заниматься другими делами. Костер даже разводится не автоматически, а с определенным шансом, который сильно увеличивается, если добавить какую-нибудь горючую жидкость. На ветру же пробовать практически бесполезно, да, он и затухнет быстро. Спать лучше у костра, в спальных или в теплых, да хотя бы просто закрытых помещениях, получая бонус к обогреванию и восстановлению здоровья. Ружье нужно прочищать, чтобы не давало осечек. Воду требуется кипятить или обеззараживать. Банку с едой придется сначала открыть, а потом сварить содержимое, а багажник машины поддается только лому или квоздодюру. И на все это, на разведение костра, и на сбор взломки печенья и изготовления, даже на поджигание простой спички тратится и калории, и драгоценное время, с течением которого вы все сильнее хотите есть и пить, и больше замерзаете. Поэтому действовать нужно быстро, точно, оптимально, выверяя и планируя свои действия, как в каких-нибудь стратегиях. Что именно сейчас нужно? Стоит ли гоняться за тем зайцем? Нужно ли тратить 10 минут даже, чтобы порубить на дрова стул? Есть ли смысл нагружать рюкзак и пытаться освежевать туши вон того лося, если где-то рядом бродит и рычит волк, а вокруг уже темнеет и ветер усиливается? Или лучше добежать до домика и заночевать там, надеясь, что голод не успеет убить вас во сне? Понятно, что в игре много выдумано, и сама аномальная гемогнитная буря, которая легла в основу всего сеттинга The Long Dark, и поведение тех же волков, которые на самом деле на людей-то обычно не нападают. Тут они такие агрессивны именно из-за аномалии, и авторы честно предупреждают об этом, не советую рассматривать игру как инструкцию по выживанию и повторять все это в реальной жизни. Тем не менее, вот из-за этих точных деталей и подробностей в The Long Dark ощущается какая-то сермяжная правда жизни, а вид от первого лица только усиливает это ощущение. Здесь нет никаких совсем уж фантастических вещей, вроде зомби или инопланетной флоры и фауны, поэтому все воспринимается как реальная жизненная ситуация, вроде того, что случилось с героем Меллионардо Ди Каприо, выжившим. Это зачастую не хватает многим изометрическим выживалкам. Во-вторых, в The Long Dark удивительно много для таких игр контента. Помимо свободного режима выживания, который в раннем доступе был основным, там вы выбираете сложность и оказываетесь на просторах созданного вручную мира. Есть еще разные сценарии испытаний. В одном, например, нужно выжить в условиях, когда на вас охотится дикий медведь, в другом продержаться по три дня в отмеченных локациях. Для достижения в свободном режиме и испытаниях выдают так называемые подвиги и значки, которые труд приравнены к перкам. Провели 100 дней на открытой местности, теперь вы устойчивы к холоду и получаете постоянный бонус плюс 2 градуса к температуре по ощущению. Пробежали полсотни километров, теперь бег сжигает на 25% меньше калорий. С полноценным релизом в игре появилась сюжетная кампания, точнее первые два ее эпизода. И это не просто что-то фоновое, а вполне интересная история о том, как Уилл Маккензи привез свою бывшую жену Астрид куда-то на остров Медведя, но потерпел аварию и теперь едет по ее следу. Пытаясь выжиться и узнать, что же случилось. Режиссеры на высоте, красиво снятые ролики интригуют, а в отношении между Уиллом и Астрид чувствуется нерв, какая-то скрытая история. При этом на своем пути герой встретит и других людей, и даже неких сектантов-экологов. Общаясь с персонажами, выполняя их задания, мы повышаем свою репутацию. Узнаем что-то новое о науке выживания, о других людях, о том, что случилось и куда идти дальше. Если же попытаться обчистить чужой дом или пожитки, репутация испортится. Наконец, в The Long Dark во всем чувствуется рука настоящих профессионалов. Ведь делали ее люди, работающие в релик, Ubisoft Montreal, трудившиеся над Neverwinter Night, Jet Empire, Company of Heroes, Far Cry 3, Mass Effect. Соответственно, технически тут все почти идеально, нет проблем с управлением или инвентарем. Все сделано очень доходчиво и удобно. Это не снижает сложность, а игра на самом деле хардкорная, но делает процесс понятнее и комфортнее. The Long Dark практически идеальная выживалка. Реалистичная, сложная, но при этом вполне понятная и не громоздкая. Работоспособная, вылизанная до блеска, красивая, атмосферная, с обидием контента, интересным сюжетным режимом и правильным звуковым оформлением автора, и даже собирается развивать ее, добавляя новые возможности и сюжетные эпизоды. И я призываю всех на нее равняться и играть. С тобой был Сади, не забудь подписаться на мой канал.